Свою парадную форму Фёдор Андреевич Глухих надевает нечасто, но сегодня как раз такой случай. Ветеран Великой Отечественной войны собирается на Парад Победы. Он прошёл всю войну, от Москвы до Западной Украины. Особенно старшему полковому фельдшеру армии Рокоссовского запомнился 44-й. За весь этот год он не сделал ни одной перевязки. Солдаты умирали ещё во время боя. Ребят, а какие были раны, какие были раны, переломы, раны. Я помню одного солдата, рано до кости разошлась вот так. И там черви, опарыши. Парад для Фёдора Андреевича начинается от площади славы. На машинах времён Второй мировой ветеранов с почётом проводят по улицам Самары. Фёдор Андреевич признаётся, фронтовикам такое отношение, конечно, приятно. Солдат во время Великой Отечественной войны был в очень большом почёте, потому что от него в то время зависело очень многое. Ветеранам места на трибунах в первом ряду. С праздником их поздравили первые лица области и города. Он, ведь солдат победы, будет жить в веках. Наш святой долг чтить память погибших, заботиться о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой и самой жизнью. Военный парад этого года по масштабности не уступает прошлому, хотя тот был юбилейный. По площади Куйбышева прошли больше двух тысяч военнослужащих, а также курсанты, сотрудники МЧС, ФСИН и МВД. И впервые в истории самарских парадов в отдельной колонне шаг чеканили женщины-военнослужащие. Прекрасный пол отлично показал себя и на репетициях, и на параде. После по площади Куйбышева проехала многотонная военная техника, около 70 машин, в том числе танки Т-72 и ракетные комплексы «Искандер-М». В воздушной части праздника участвовали вертолеты Ми-2, Ми-8 и бомбардировщики Су-24М. Трибуны стихли, когда на площадь вышел бессмертный полк. Международную акцию в Самаре поддерживают уже второй год. Спустя 71 год после Великой Поведы площадь Куйбышева приветствует малонну бессмертного полка. Это моя мама. Она была и в Сталинграде, и на Курске освобождала Белоруссию, и блокаду Ленинграда. Мы считаем, что эта память должна жить в поколениях и передаваться. В этом полку все равны. Здесь танкисты, партизаны, медсестры, пилоты и пехота, чьи-то прадеды, бабушки и отцы. А это мой дед, старшина. Закончил войну в Берлине. Ранен был в берлинском метро. Так что бабушка, когда жена была его, смотрела фильм «Освобождение Берлина», всегда плакала, когда показывали там плавающие каски, где их утопили всех. Вот он там. В бессмертном полку прошли 30 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Кто-то к этой акции готовился основательно, а кто-то вышел на улицу вот с такими домашними фотографиями. Наверное, это тот самый случай, когда репортерскую работу можно и нужно совместить с личным. Мой прадед Федор Васильевич Ходневич прошел всю войну. А вернее, не прошел, а проехал. Он был военным шофером. И на своем газике под обстрелами, под бомбежками доехал до Германии. Он получил медаль за взятие Кёнигсберга, за оборону Москвы, два ордена Красного Знамени. А потом уже дома вспоминать о войне он не любил. Даже после того, как колонна распалась в городе, еще долго можно было увидеть людей с портретами фронтовиков. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, Алексей Золотенков. События.